Друзья, я вас приветствую на канале Сложным Просто. Меня зовут Сергей. Сегодня я хочу провести некоторый экскурс в историю на тему, наверное правильно будет сказать, эволюция программного обеспечения, ну и наверное и средства разработки этого самого программного обеспечения. Опыт у меня достаточно большой, больше нам 26, может быть 27 лет, и я повидал разное. Вот этим-то собственно говоря я хочу с вами поделиться. Ну начну я прямо с самого далека, чтобы картинка была более полной. Давайте переключимся на первый слайд. И вот что собственно говоря я хочу сказать. Когда-то приложения работали по DOS и были они на самом деле разные, сводилось все к тому, что запускался какой-то .exe файл, .exe если хотите. Вот. И была такая программа называлась SuperCalc. Я ее застал, мне даже на ней довелось поработать. Это был какой-то там лохматый 1990, может быть 89 год, может чуть позже, чуть раньше. В общем те стародавние времена и была такая программа, как я сказал, SuperCalc. Что она умела делать? Она умела показывать и работать по образу и подобию, как сейчас работает Excel. Это было под DOS, это было очень давно. Я как сейчас вспомню версия, последняя была DOS 6.22, но это уже последняя, которая заменил Windows. До этого была по-моему 5 с копейками, но суть сводилась к тому, что какие-то формулы на экране менялись автоматически, калькурируют, то есть была супер программа. И считали мы разные штуки полезные, и это было просто офигенно классно. Когда в одном месте поменял, везде поменялось. В общем, это была полноценная программа, которая работала исключительно круто, в том смысле, что очень сильно автоматизировала процессы. Далее я понял, что мне эта программа нравится, но я хочу и сам писать такие программы. И я начал изучать язык Clipper, который, в общем-то, наверное, будет сказать правильно, проекция TheBase или FoxPro, если хотите. И все сводилось к тому, что мне пришлось все-таки изучать какой-то язык программирования. Я делал разные программы. Перед вами пример, ну не той программы, которую я делал, а пример интерфейса, который я вам хочу обозначить. Вот так вот стали выглядеть программы, появились какие-то окна, какие-то пользовательские штучки, выборы, менюшки и какие-то формы. Обратите внимание на рамку, которая имитирует тень. И вот я прям вручную вот эти формы рисовал, чтобы вот эта тень, вот этот как бы модуль всплываемости этого окна, они еще так и из центра открывались красиво, то есть анимация была, ну, которую вы, собственно говоря, тоже делали сами. И вот эти вот формы, они работали очень просто. Запускалась программа, открывалась форма, и эта форма читала, есть так называемая database, да, был такой формат данных, ну, базы данных, да, database назывался. Это набор файлов, которые в специальном формате хранят какие-то данные, вот эти вот программы, экзешники запускались, подключались к этим файлам, показывали информацию, в общем, все хранилось в одной палке, ой, в одной папке, все хранилось в одной папке, и это была программа со своей собственной базой данных. Дальше на смену DOS пришел Windows, и появилась такая штука, как Borland Delphi, язык программирования был Pascal, я помню, как сначала был Windows 3.1, потом 3.11 для рабочих групп, в общем, 3.1 представляла из себя такие исходники, там, по-моему, было 3 дискеты, 3,5 дюйма, размером 1,44 мегабайта, и вот это запускалось отдельно, потом появилась Windows 9.5, там дискет было побольше, то ли 12, то ли 15, ну, в общем, и в целом, если 3.11, 3.1 работала параллельно, под DOS, то Windows 9.5 уже полностью заменила DOS, это была бомба в части пользовательского интерфейса, мышка и так далее, и тому подобное. Ну, вернемся к нашему экскурсу. Итак, у вас Borland Delphi, на котором я тоже достаточно большое количество времени попрограммировал, что послужило таким пинком или толчком для развития Borland Delphi, ну, во-первых, язык Pascal, он уже был такой объектно ориентирован, можно сказать, он уже был слишком близко к образу и подобию ООП, соответственно, Borland Delphi объединил себе вот эти мощности языка, плюс дизайнер форм, плюс набор компонентов, которые могли легко подключаться к базам данных, например, интербейс там, ну, то есть вот такие вот уже более серьезные, то есть просто файлы DBS превратились в некоторые сервера данных, и вот это вот клиентское приложение умело подключаться к этому базе данных, ну, к этим базам данных, на самом деле к разным, у DBS стандарт мог позволять, вернее, позволял подключаться к разным базам данных, и быстро-быстро накидать на форму каких-то контролов, выбрать какой-то дата-сорс, который подключен к базе данных, это образить вот этот непосредственно данные из базы данных, это было очень круто и быстро, программы достаточно быстро писались, но в какой-то момент так получилось, что и это перестало удовлетворять разработчикам, потому что запросы бизнеса все сложнее и сложнее, бизнес-процессы сложнее и сложнее, а писать программы, ну, на том же уровне оставалось достаточно сложно. Хотя, надо сказать, серьезные штуки, я видел, реализованные на Borland Delphi, там и игры, и какие-то визуальные всякие штуки полезные, интересные, но, надо сказать, что в определенный момент времени, когда вышла Borland Delphi 2005, то есть в 2005 году, там появилась возможность делать веб-сайты, и я заметил, что расширение было из PX, я тогда еще не знал, что это такое, толком начал только говорить, увидел, что Borland Pascal трансформирует свой язык, интерпретирует его в C-шарповский язык, а потом делает, в общем, отодвинул сторону Borland Delphi, начал заниматься ASP.NET, и тогда появилась Visual Studio, ну, она, на самом деле, была и до этого, и в основном там люди работали на C++, но в 2001 году, вернее, в январе 2002 появился .NET, так называемый, и специально для него был сделан C-шарп, вот с тех моментов, с того момента я сижу на Visual Studio, потому что Borland Delphi меня перестал удовлетворять, и на C-шарпе в том числе начал писать программы, в общем, и в целом, надо сказать, что IDE менялось, все усовершенствовалось, трансформировалось в сторону облегчения, наверное, и упрощения разработки, и программистам стало гораздо проще, чем каждую форму вырисовывать через псевдокод и, так называемые, и модальными формами, псевдомодальными, скажем так. В общем, сначала было так, да, то есть, чтобы программа сработала, нужно было писать много кода, потом это все проще, проще, база данных и так далее, и тому подобное, потом начал трансформироваться язык, C-шарп, и появились полезные штуки, опять же, все было в сторону того, что программы усложнялись, написание их облегчалось, но в конечном итоге программы стали настолько сложной, что ни одна IDE, ни одна среда разработки не позволяла решить те проблемы, которые, собственно, должна решать разработчик, реализуя определенные требования. Ну и если возвращаться все-таки в эволюцию, да, то давайте говорить о том, что даже до этого момента, то есть, возвращаясь назад, все это было как-то один кусок программы, один кусок кода, да, который каким-то образом смотрел базу данных. На первоначальном этапе мы представляем себе, что это была, ну, какая-то программа, ну, то есть, вот такая, или вот такая, или, например, вот такая, не важно какая, но это была одна программа, то есть, в которой были какие-то формы, да, ну, или view, если так можно выразиться, ну, будем говорить формы. И эти вот формы каким-то образом с какой-то базой данных связывались, ну, например, дебейс, и в какой-то момент людям стало понятно, что вот эта вот форма должна быть отдельно от этой базы данных, потому что много пользователей могут одновременно запускать вот эти формы, которые будут подключаться к базе данных. И так появилась, вот, надо сказать, не сразу, а в определенный момент, появилась двухуровневая архитектура, когда у нас есть клиент, есть база данных, и пачки вот этих клиентов подключаются к базе данных, и на тот момент было понятно, что бизнес-логика, заложенная, лежащая в базе данных, и заложена была в базу данных, и трансформировалась, и развивалась, и разрасталась, и разрасталась, и разрасталась, как раз находясь в этой базе данных. Ну, если говорить конкретно про Microsoft и SQL Server, то там были storm-процедуры, триггеры и так далее, там, и пользовательские функции. В общем, все это разрасталось до того, что просто в определенный момент перестало быть возможным поддерживать эту архитектуру, структуру, развивать, дополнять, потому что малейшее изменение какой-то строчки кода, или какой-то строчки процедуры, или изменение, не дай бог, какой-то сложности в бизнес-логике, приходилось кучу-кучу всяких процедур переписывать. А так как отладка достаточно сложный момент, а так как достаточно сложно это хранить в системе контроля версий, и нет гарантии, что это будет работать правильно, было принято решение какими-то умными разработчиками вот эту самую бизнес-логику вынести в отдельный уровень, и так появилась трехуровневая архитектура, клиент, бизнес-логика или сервер-приложение, если хотите, ну, в общем, будем говорить, что это бизнес-логика, и сервер-баз данных. И суть связалась к тому, что клиент теперь не мог спрашивать на прямой базе данных, данные, соответственно, складывать туда он тоже не мог, а все это делалось через бизнес-логику. Это все упростило в том смысле, что бизнес-логика теперь могла быть покрыта и пользовательскими тестами, или юнит-тестами, интеграционными тестами. Она могла теперь храниться в системе контроля версий, там, ТФС, ГИД и так далее. И теперь можно было точно и легко понять, кто, чего, где и как изменил. Через юнит-тест можно было понять, работает или не работает. И вот эта вот трехуровневая архитектура, ну, в общем, и в целом она дала себе такой пинок знать разработчикам, что вот это стало полезно. Таким образом, стало такое понимание, в тот момент начали появляться активно веб-сайты, которые были не просто лендинг-страничками, а стали цельными инструментами, которые давали бизнесу новые возможности. Ну и вопрос стал о том, что же такое клиент. Надо понимать, что на тот момент это было Windows-приложение, WinForm в частности, если хотите. И надо понимать, что даже долго до того, как появились Windows-приложения, клиенты могли быть разными. База данных была одна, но она все равно лежала на каком-то одном сервере, и к ней подключались разные клиенты с разных компьютеров, даже под DOS, ну, то есть те самые MacLipper, Redbase и так далее. Так вот, если говорить про клиентов, то в то время активно начал развиваться, во всяком случае, в России активно начал развиваться интернет, появились бизнес-приложения, которые стали уже и веб-приложениями, то есть наряду с клиентами, которые себя представляли, обыкновенный десктоп-приложение, ноутбук, если хотите, хотя ноутбуки тогда были в редкости, появилось веб-приложение, когда браузер открывает какую-то страничку и там может делать то же самое, даже появились мобильные клиенты, помню, когда в АПП такой протокол был, который позволял из... Ну, в общем, все было сложно, да? Давайте так. Появились разные клиенты, которые тоже так же подключались к бизнес-логике, которая могла работать с базой данных, ну, здесь в данном случае можно говорить про то, что бизнес-логика трансформировалась в некий API, но и это, собственно говоря, не важно. Не важно то, что в какой-то момент, в какой-то прям определенный момент, клиент, вообще все клиенты, да, и базы данных, они перестали быть главными. На первое место вышла бизнес-логика, она стала главной, она стала развивающей, то есть база данных, к большому счету, считалась как мусоркой, хранилищем каким-то там, я не знаю, какой-то, не знаю, сторожем, да, где просто хранились данные, которые бизнес-логика умела забирать, обрабатывать на клиенте и отправлять обратно вот в этот самый датабейс сервер. Бизнес-логика росла, росла, росла и выросла. Она выросла настолько, что стала просто самой главной. Именно про domain-driven design это и идет речь про бизнес-логику, потому что клиенты могут быть разные на разных платформах, и базы данных могут быть разные, но вот это вот domain-driven design это про бизнес-логику, про возможность разрабатывать бизнес-логику в долгосрочной перспективе, без каких-либо проблем, это как раз про то. Так вот, если говорить про бизнес-логику, то вот этот вот domain-driven design и вот эти вот все концепции, я сейчас пытаюсь объять необъятное, да, оно говорило про то, что разъединенный контекст, нужно разделять вот эти бизнес-логику, делить нам части какие-то, обосабливать одно, другое, выставлять наружу инструменты, и у нас вот эти вот самые куски бизнес-логики, они превратились в какие-то модули, да, наверное, так будет выразиться правильно. Модули, которые между собой каким-то образом общались, и потом дальнейшим этапом развития, эволюции вот этой бизнес-логики появилось такое понятие, как разделение, да. Мы разделили вот эти вот модули на обособленные части, они были прям явно разделены, и даже программное обеспечение продавалось с модулем, например, галактика продавалась с отдельными контурами, так называемыми, ама-ценности, склад, бухгалтерии и так далее. Их можно было приобрести отдельно, все это закидывалось в какую-то там папку, ключ обновлялся, и тадам, все работало, все было круто. Но при этом была одна база данных. И что же было дальше, ну, вы не поверите, база данных, то есть вот эти модули стали разрастаться настолько мощно и сильно, и прям настолько обособленно, что теоретически у каждого модуля в практической форме появилась своя база данных, и потом назвали это микросервисом, потому что этот модуль сам по себе очень важен, и он заложен в основу одного приложения, в котором есть баз данных, есть какие-то бизнес-логики, я имею в виду API, есть какой-то, собственно говоря, интерфейс минимальный, или его отсутствие, например, там можно и без лагера ходить в API. В общем, вот этих микросервисов становилось все больше и больше, и такое понятие, как клиент, совершенно далеко ушло за рамки, оно стало тем, что сопровождает вообще приложение и может развиваться параллельно. Главное, чтобы клиент знал, какие ниточки, какие рычаги дернуть, чтобы бизнес-логика отработала правильно, так как это должно было заложено по требованиям, ну, например, бизнеса. Ну, надо сказать, микросервисов мало не бывает, много не бывает, бывает очень много, и вот эти вот микросервисы начали плодиться, когда на себя предприятие, компания, фирма берет какие-то дополнительные возможности по обеспечению какого-то функционала, этих сервисов начинает плодиться очень много, и тут нельзя не сказать про боль, да, то есть вот все микросервисы, это, скажем так, куски программы, какого-то, давайте так сказать, куски программного кода, но надо понимать, что эти микросервисы так или иначе, в той или иной степени, все равно связаны между собой. Если говорить про то, что у вас не бывает бесплатных микросервисов, они закрыты одной системой, например, АОС 2.0 авторизации, и там доменная авторизация, идентификация, то есть нельзя пойти во все микросервисы, должна какая-то система прав, и уже даже на этом уровне имеют они связи. Более того, есть специальный, так называемый, Cloud Design Pattern, которые говорят о том, что микросервисы микросервисами, но важнее, наверное, даже будет сказать, что существует инфраструктура, которая эти микросервисы склеивает как клей, и без этой инфраструктуры ничего у вас не получится. Инфраструктура – это конвейеры, доставщики, это очереди, это логирование, мониторинг, это все что угодно, и там специфичные поддерживающие штуки, и вот это вот все является, опять же повторюсь, клеем для микросервисов, которые работают между собой, и даже не являясь намертво связанными, там еле-еле, как это называется, у них существует какая-то связанность, они все равно связаны. Есть ли даже, может быть, не явно, есть ли, может быть, даже не все, но в итоге от одного до другого сервиса по определенной цепочке можно найти определенную связь, есть ли не бизнес-связь, ну, не бизнес-процессную, так называемую, непроцессную, модель-связь, то, как минимум, системы обеспечения безопасности они в любом случае связаны. Так вот, про чем, когда у вас много всяких разных микросервисов, все сложнее и сложнее приходится публиковать, даже несмотря на то, что они могут публиковаться раздельно, используя каждый свой CICD, вот, надо сказать, что... я прошу прощения, кондиционер включу. Ой, вентилятор. Да, кондиционер у меня оказался. Так, все, поехали. Вот эти вот самые микросервисы, они начинают плодиться, значит, поддерживать их сложнее, развивать сложнее, и мы тоже упираемся в определенный, ну, да, безусловно, это будет, может быть, не скорый, не на первоначальном этапе, но все равно какой-то предел, он уже такой, не за горами, да, то есть инфраструктура и инфраструктурами, давайте поговорим про то, во что мы упремся. Вас в какой-то момент все-таки потребуются знающие люди, которые эту инфраструктуру будут поддерживать на ваших всегда. Вы можете отказаться от этого, и тогда, здравствуй, Microsoft, Google, Amazon и так далее, эту инфраструктурную штуку будут за вас тащить другие сторонние организации, которые, естественно, собирают денежку. И суть сводится к тому, что в определенный момент времени ваши микросервисы могут нести не настолько полезную нагрузку, как та необходимость обеспечения инфраструктурными возможностями, нагрузка будет возрастать, и вы можете даже на этом потерять деньги. Я веду к тому, что все это сложно. Вот эта вот доставка, обеспечение, они, собственно говоря, ну, как, не знаю, как по-русски сказать-то. В общем, чем больше у вас микросервисов, тем больше инфраструктура, и она растет не параллельно микросервисам, а с геометрической прогрессией, потому что связи становится больше. Так вот, про что я? Я про то, что все-таки какая-то тенденция архитектуры, о которой мы уже поговорили с самого начала, она существует, и мне хотелось бы поговорить про перспективы, да, вот, тенденция сводится к тому, что нам, если поставить какой-нибудь график, да, вот, допустим, по горизонтали и вертикали, ну, давайте по горизонтали мы отложим количество опубликуемых приложений, потому что для микросервисов это является болью, несмотря на все CICD автоматическую доставку контента, есть такое понятие, как модульность, вот, обеспечение целостности этих модулей, как бы это глупо ни звучало, будет проблемой. Я говорю про то, что, когда мы большой монолит разбили на микросервисы, то у нас возникли модули, целостность которых в контексте микросервиса, которые мы должны поддерживать, это распределенные вычисления, вот эти вот сетевые, логирования, вот это вот метрики, вот это все должно быть в одном целом, в одном месте, про все сервисы нужно знать, там начинает Trace ID, Correlation ID, прохождение запроса, например, с микросервисом, вы должны это все иметь в одном месте. Опять же, вот эту модульность, которая, на самом деле, как бы, псевдомодульность, мы как бы разделяем, ну, функционал, бизнес-процессы, но она в контексте всех микросервисов, ну, в общем, удастся себе знания. Так вот, если говорить про монолит, то мы поставим его сюда, в начало, то есть, одно публикуемое приложение, и практически, это считайте, один модуль, который, там, каким-то образом делает разные вещи, с разных, так называемых, предметных областей, но это один кусок кода, лапши-код, по-другому говоря. Если говорить про то, где должны находиться микросервисы, то они намного дальше по количеству опубликуемых по оси X, то есть, приложений, то есть, мы увеличили количество публикаций, несмотря на то, что это делает с CD, то есть, конвейер, доставки контента до пользователя, все равно их много, и за этим нужно следить, значит, инфраструктура и так далее, и тому подобное. это шаг влево по оси X, и по оси Y, соответственно, мы увеличили количество модулей, да, у нас появились достаточно большие плюсы, да, мы один модуль можем развивать одной командой, другой другой, настроить публикации, сделать там псевдосвязь между ними, коммуникации какие-то настроить, нам появились, нам потребовалась, конечно, инфраструктура, которая эти коммуникации будет поддерживать, например, вершина данных, или там еще какие-то варианты протоколов общения, там, gRPC-запросы, я не знаю, ну, все что угодно может быть. Так вот, если говорить про то, куда мы все-таки движемся дальше, а микросервисы хорошая штука, очень мощная, я всегда говорил и говорю, что микросервисы это следующий шаг от монолита, то есть, когда монолит уже не справляется с вашими задачами, не может реализовывать тот функционал, который у него возложен, или реализация этого функционала требует достаточно большое продолжительное время на тестирование, реализацию и публикацию, то следующий шаг, естественно, микросервис. Так вот, если говорить про лимиты, то у микросервисов тоже есть некоторые ограничения, одно дело, там, 5, 10, 15 микросервисов, а другое дело, мне довелось там тысячи, мне довелось увидеть проект, где существует порядка 1060-1070 микросервисов, которые так или иначе между собой связаны, в всяком случае, они работают в одной инфраструктуре, и речь на этом проекте шла уже в сторону разделения не самих микросервисов, а как это, инфраструктуры, то есть, чтобы микросервисы, каждый работал на своей инфраструктуре, потому что начинается уже просто чехардать. Естественно, из-за того, что микросервисы дают более мощный функционал, более, наверное, мощные пинки развития для бизнеса, бизнес это берет, схватывает и тащит дальше, и потом уже микросервисы перестают это вывозить. Так вот, собственно говоря, то, ради чего я вообще затеял это видео, я вам сейчас покажу, какой, по вашему мнению, будет следующий шаг, какая тенденция развития вот этой архитектуры, и что будет следующим кубиком, и главное, куда его нужно будет поместить. А вот он. Это называется модульный монолит. О чем речь? Речь идет о том, что в одном монолите, который публикуется как одно единое целое, есть куча модулей, которые внутри этого монолита могут отдельно развиваться, добавляться в этот монолит, удаляться из него, распределяться по ролям и так далее. То есть, это такой микросервис, наверное, внутри монолита, если хотите. Ну, нет, наверное, это неправильное название, но речь, наверное, идет про то, что у вас есть одно большое приложение, которое называется монолит. Для того, чтобы его попилить на сервис, ну, допустим, вашему приложению там 15-20 лет, и оно уже не вывозит, вот первым этапом я обычно рекомендую, как поступить, чтобы распилить этот монолит. Ну, нужно определить контексты, нужно определить модули и явно их разбить по папкам, как вариант, да, если у вас там какой-то монолит такой, в котором есть папки или нет папки. Так вот, общение между модулями в этих папках должно быть настроено через шину данных. Что это дает? Это дает вам гарантию того, что перекрестных запросов не будет, а те, которые будут, вернее, даже не перекрестных, да, прямых запросов из модуля в модуль не будет, а будут запросы только через шину. Это делается постепенно, это теоретически не ломает монолит, он как работал, так и работает, просто все связи между вот этими модулями, контекстными границей, которые вы должны определить, можно пускать через шины. В дальнейшем будут эти все модули раскидывать на микросервисы, делать их отдельную публикацию, но они продолжают общаться между собой через шину данных. Это первый и на самом деле самый мощный и эффективный способ распилить монолит на куски. Так вот, если говорить про то, что старый, то это пилец, а если новый, то вы можете сразу делать без использования шины данных специальную какую-то инфраструктуру, и такие фреймворки начинают появляться, когда внутри одного монолита без использования шины данных, то есть внешнего, да, инфраструктурного сервиса, инфраструктурной единицы такой, как шина, вы начинаете писать таким образом код, который не связан, не связывает ваши модули, то есть таким образом немножко, получается, дисциплинируя разработчика и запрещает ему напрямую дергать один модуль из другого при помощи использования код-фреймворка. Я бы вам рекомендовал смотреть в эту сторону, то есть эти фреймворки появляются, они в зародуши, и теоретически вы в силах придумать и реализовать подобный фреймворк собственноручно. Дальше, что бы еще хотел сказать. На самом деле, смотрите, вот если говорить про модульный монолит, такое понятие уже давным-давно было. Был такой мульти документ интерфейс, MDI, и даже в Borland Delphi он уже существовал, когда открывается одна большая shell, так называемая, оболочка, в которой плагинами накидывается в папку или там, я не знаю, еще каким-то образом тот функционал, который этот монолит может выполнять. То есть shell стоит копейки, к примеру, вот та же самая галактика, которая собственно говоря до сих пор с помощью работы. Там есть модуль маценности, модуль склад, модуль бухгалтерия, и так или иначе просто в папке напиханы какие-то DLL-ки, если так прям куски кода, которые по большому счету DLL-ки в папке, наличие DLL-ки отключает какой-то пункт в меню, нажимая на который открывается этот самый модуль, не знаю, мат-ценности, материальные ценности, если лицензии нету, то этот модуль соответственно не открывается. И это понятие плагинов, оно было тоже очень давно, вспомните программу Benamp, которая могла проигрывать мелодии, музыку, mp3-файлы, конвертировать их, и плагинами можно было добавлять визуализацию, разные темы, и это пример, чтобы вы понимали, о чем речь. Так вот, этот модульный монолит, я думаю, он вступит в свои права, и в ближайшее время тоже начнет развиваться, но, опять же, мое особо личное мнение, но теоретически я вижу тенденции развития в эту сторону. Более того, более того, такое понятие, как модульный монолит, я уже занимался этой разработкой, для него сделал пара тропов фреймворков, я могу вам только показать, как это, где работает, я это делал для ASP.NET Core, для Web API, но, собственно, есть такой dependency container, называется AutoFact, хотя сейчас и другие контейнеры имеют такое понятие, как модули, и в этом AutoFact контейнере был i-модул, который можно было реализовать, в случае просто контейнер, и реализовав какой-то функционал, и на старте приложения эти модули склеивало, тоже, на самом деле, очень удобно работало, просто в ASP.NET Core я рекомендую использовать встроенный в ASP.NET Core это нс-контейнер, который, в общем-то, исполняется своими разностями, так вот, модули, которые, я, собственно говоря, разработал, плагины, они работают общим принципом, я взял за основу свой пакет, который называется AppDefination, и все сводится к тому, что вы можете разрабатывать разные модули в одном приложении, разные модули в разных приложениях, разные модули в разных репозиториях, которые, по большому счету, могут разрабатываться разными командами в разных городах и так далее, и так далее, и тому подобное. У вас одна большая главная Shell, так называемая оболочка, это может быть Swagger Агент, да, и вот как раз на этих видео показывают, как я это делаю, то есть, вы запустили Swagger, запустился, он пустой, а 10 или там 100-500 команд, которые пишут каждый, ну, грубо говоря, каждый метод своего бизнес, там, какого-то процесса, один бизнес-процесс, один метод Swagger, да, и вот этот вот превращается в DLR-ку, я показал на видео, как, и эта DLR-ка, грубо говоря, кидается в какую-то папку, там, опять же, при помощи CICD, то есть, системы доставки контекста, контента для продакшена, господи, эти моблицизмы, в общем, одна компания, сидящая, например, там, в Новосибирске сделала, там, свой модуль, который оттестировал на Swagger, все отлично, все работает, и вам отправила по почте, в конце концов, не знаю, и это из почты менеджер посмотрел, проверил, там, разработчик, о, круто, закинул в папку вот этого сервера, где Swagger, и при обновлении Swagger появляется новый метод. Это очень удобно, в том смысле, что сам вот этот вот Swagger вы не перепубликовываете, ваунс он как работал, так работает, да, конечно, безусловно, есть какие-то нюансы, но с точки зрения банальной радиции, количество доставок контента минимизируется, в том смысле, что один большой модуль, он как работал у пользователей, так и работает, ему не нужно там ставить простыню и писать, извините, там, мы обновляем программное обеспечение, но я, опять же, сильно утрирую, но нужно понимать, что это все сводится именно к этому. Таким образом, развитие этих плагинов, оно, в общем-то, дает возможность реализовать этот модуль как монолит. И, собственно, вот эти вот модули уже на вашей совести, может быть, или так сказать, в ваших руках появляется инструмент, который дает возможность не просто создать этот модуль, но и возможность реализовать разного типа связи, коммуникации между этими модулями, вплоть до того, что просто кинули DLL-ку, и она пошла через шину, там, дернула какие-то данные, ну, в смысле, кинула какие-то события, получила какие-то команды, проделала какие-то операции, и вплоть до того, что вы можете просто в одном приложении иметь доступ от одного модуля к другому, который через интерфейсы, через контракты будут реализации в конкретных модулях. Здесь гибкость возрастает в разы, и вот этим, скорее всего, будут в будущем разработчики пользоваться, потому что все идет, мне кажется, в эту сторону, так или иначе, вот этот мульти документ интерфейс, MDI, так называемый, он в свое время очень далеко шагнул, потому что, вспомните, и Word был, когда документы открывались прямо в нем, внутри, и другие, собственно говоря, честно говоря, их много было, я не помню, но, во всяком случае, я писал на DLL-ке такие программы, которые поддерживали MDI, и это было на самом деле бомба, потому что в том смысле, что все упрощалось, да, вот есть один модуль, и один документ считался один модулем, и в нем был заложен весь функционал, закрыл модуль, отключил функционал, взял другой. Вот, друзья, собственно говоря, что я вам хотел сказать, рассказать, показать, я вас благодарю за внимание, подписывайтесь на канал, приходите на Boosty, там больше интересного контента, ну, я надеюсь, интересного, если вам видео понравилось, поставьте лайк, это будет говорить мне о том, что видео подобного рода должно быть стоять больше. Вам всего доброго и пишите правильнику. субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok